Добрый вечер. Добрый вечер, уважаемые слушатели. В эфире Финам.ФМ. Бизнес-класс. Меня зовут Олег Дмитриев. Тема сегодняшней программы мне по-человечески очень близка. Более того, я заинтригую сегодняшнюю гостью. Она даже мне знакома. Да, да, вот так. Тема такая. Волшебный мир кино. Но мы будем обсуждать сегодня бизнес киношкол в Российской Федерации. Ну, и не только в Российской Федерации традиционно. А в гостях у меня Екатерина Черкес-Заде, директор Московской школы кино. Добрый вечер, Катя. Добрый вечер. Здравствуйте. Ждем, правда, еще одного загадочного пока еще для меня, по крайней мере, гостя. Хотя Катя с ним хорошо знакома. Я сразу его представлю. Это Дмитрий Нестеров, президент компании Cinemotion Group. Ну, мы его ждем, а тем временем общаемся с Катей. Для вас, уважаемые слушатели, я напомню, естественно, чтобы вы смогли принять участие в нашем разговоре. Я напомню, телефон прямого эфира 6510996, код Москвы495. Также у вас есть возможность задать вопрос Екатерине, пользуясь сайтом, услугами интернета, финам.фм. Ну, и, в принципе, я думаю, как всегда, вы активно примите участие в нашем разговоре. Тем более, и вот сейчас я возвращаюсь к теме. И, как обещал я Кате за эфиром, немножко пафоса я сейчас поддам. Мы говорим о волшебном мире кинематографа. Ну, действительно, он волшебный в прямом и переносном смысле. В прямом это то, что он дает нам новую реальность. Он дает нам ощущение вечной сказки, которой в нашей жизни, как только что, собственно, да, мы с тобой говорили, когда сидели. Не хватает жизни, да. Приехала Катя, я с ней здоровую за руку, а рука-то у нее холодная. Что случилось? А зима на дворе, а солнца нет, а настроение вот такое, потому что пасмурно, потому что зима, ну и так далее. А как жить в таких условиях? Надо идти в кино. Надо, да. Надо искать подпитку извне, ну так уж устроен наш мир. И вот это, мне кажется, наиболее явственная подпитка, это прежде всего кинематографа. Волшебный мир киноискусства, как говорили в свое время. Как же я с вами согласна. Спасибо, Катя. Ну что ж, а в дальнейшем, я сейчас уже с небес на землю спускаюсь, а в дальнейшем, Катя, я жду, что ты со мной будешь активно спорить. Ну или как минимум с нашим визави, который запаздывает. Договорились. Ну что ж, ну что ж. Итак, сегодняшняя тема, напомню, мы обсуждаем бизнес, бизнес-класс, Катя. Бизнес-класс, в смысле, вот как первый раз в первый класс. Что это за бизнес киношколы в России? Главное, давайте вот откуда начнем. Всегда было известно, ну мне-то уж не понаслышке, что существуют некие учебные заведения, которые готовят квалифицированные кадры. Кадры для театра, кадры для кино, ну вообще для этого мира, вот этого волшебного, загадочного. И вдруг, неожиданно, я узнаю, что оказывается сейчас этим занимаются не только государственные, извини, конечно, я сейчас не перехожу на личности, не только уважаемые мной государственные вузы, как то, позволишь, да? Да, двоеточие я поставлю, как то, бывший ГИТИС, ныне РАТИ. Догадайся с трех раз, почему я под номером один его поставил. Ну, есть у меня догадка по этому поводу, возможно, как-то студенческие годы с этим связаны, нет? Конечно, я закончил ГИТИС. Ну, все понятно. Давно это было, правда, и практически уже неправда, но да ладно. Далее, в ГИК, да? Ну, наверное, щуку, щепку и прочее я туда ставить не буду, все-таки там более узкая специализация, конечно. Мы говорим, ну, наверное, все-таки, если, опять-таки, быть наиболее точной, кузница кадров именно для кино, это в ГИК, в Союзном Государственном Союзе, тут кинематографии. И что же происходит, Кать? Не справляется он с наплывом желающих получить профессию актера, режиссера, оператора, сценариста, там что еще есть? Не справляется, поэтому возникла необходимость, да, собственно, открывать вот эти вот частные, так, да, это же частный бизнес у вас. Да, это частный бизнес, но тут я совершенно не согласна с первым аргументом, с первым тезисом, совершенно не согласна. В первую очередь потому, что вопрос создания киношкол, вообще откуда все это, некая мотивация, вся мотивация идет не от того, что не хватает образовательных учреждений, а нет тех образовательных учреждений, которые отвечают определенным задачам. То есть, условно, частные школы не открылись бы не только с точки зрения того, что спроса нет, а нет спроса на определенного рода образования. Ну, например? Ну, в данном случае я, например, считаю, что если мы говорим о платном образовании в России, это касается не только творческих вузов, но и вообще всех вузов, в России у нас дискредитировано платное образование, просто потому что если ты не поступил на платное образование, на бюджет в госвуз, ты идешь на платное образование. Ну, это логично, да? Я хотел бесплатно учиться сначала, но не шмагула, да? Но не получилось, пошел на платное, пошел на платное, и тут-то происходит удивительная история, что если я пошел на платное, то учиться мне, в общем-то, уже не надо, потому что я плачу за свое образование, а значит, этот диплом, в общем-то, покупают. Уже в кармане я, он у меня уже в кармане, да? То есть ответственность студента в госвузах, которые учатся на платных отделениях, ответственность с них таким образом абсолютно снимается. А если учесть, что количество бюджетных мест у нас резко сократилось, и в ГИК, и ГИТИС, и все такого рода вузы не исключение, то и получается у нас, что платное образование, студенты, закончившие государственные вузы на платных факультетах, ну, как-то вот не очень востребовано. Катя, позволишь, да? Мне очень не хочется с тобой сегодня спорить, учитывая очаровательную улыбку твою, ну, и вообще, приятно с тобой общаться. Но, тем не менее, у меня контраргумент сразу возник. Ты говоришь о какой-то ответственности студента, я даже не понял, перед кем, перед вузом, ты говоришь, снимается ответственность студента за свое образование. Ну, ты, мы же не говорим о детском саде, мы даже не говорим о начальной школе, мы говорим о вузе, высшем учебном заведении. Тем более, как правило, ведь люди, да, которые приходят учиться киноискусству, ну, не как правило, хорошо, но очень большая часть этих людей уже имеют за плечами какое-то высшее образование, и они приходят, ну, то есть, о чем речь? Люди приходят осознанно в эту профессию. Да, все верно. Верно. Другой вопрос, что... Нет, нет, и дальше, извините, я закончу, да? И получается, взрослый человек, говорит, я заплатил, я учиться уже, и не надо мне, и ноги на стол положил, и все, и типа... Парадокс. Но в госвузах это так. Ну, это ненормально какая-то. Я не говорила, что это нормально. Любая практика зарубежных школ, где, в общем и целом, высшее образование практически везде платное, с заключением грантов, подразумевает, что человек обязан платить за свое обучение, обязан там учиться. Вот в госвузах этого не происходит. Мы сталкиваемся с проблемой, что студенты не умеют учиться. Люди, которые отучились в любом госвузе и приходят к нам, они не умеют учиться. А мы с них не только деньги берем, мы еще и требуем, чтобы они учились. В общем, печально. Парадоксально, в общем, да? Мы не только берем деньги, но мы еще и требуем, за эти деньги мы еще и с них и требуем. Это нормально. Опять, смотри, ты сказала, что люди, которые отучились в госвузе, к нам приходят. То есть подтверждается, да, вот это моя мысль, что очень часто приходят за вторым высшим, да? Да, к нам приходят для либо получения второй специализации в кино. То есть, например, закончил человек в ГИК сценарный факультет или там режиссерский факультет, решил стать продюсером, он идет к нам. Либо второй вариант, когда человек извне уже идет, выбирая между... То есть у него другое высшее образование вообще, но он идет в кино и здесь уже думает среди школы и выбирает частную школу. Нет, он сначала думает какую профессию, наверное, да? Ну, естественно, но в общем целом он идет в кино, в данном случае он уже не идет в госвуз, потому что там учиться долго и потому что, ну, просто там цели стоят несколько иные. У нас мы ставим совершенно другие цели перед в киношколой, ну и поэтому... Очень интересно, кстати, какие вы цели ставите. Ну и уж если мы заговорили, в государственном вузе долго учиться, да? А у вас коротко? У нас учиться два года, но очень интенсивно. Ну, например, как? С утра до вечера? Нет, все не так. Московская школа кино открылась у нас 5 апреля. До этого, как я уже сказала... 5 апреля? Апрель этого года. А обучение началось с 1 октября Сигу года, совсем недавно. До этого мы реализовали еще один проект, он тоже очень близ к кино. Мы сделали первую школу компьютерной графики, которая называется Scream School, которая учит делать визуальные эффекты в кино, анимацию и так далее. И если бы этой школы не было, мы очень вряд ли бы пошли в кино, если честно. То есть вы какую-то базу уже имеете и решили диверсифицировать? Мы сделали те факультеты, то есть визуальные эффекты, композитинг и анимацию, мы сделали те факультеты, которых, по сути, на должном уровне в России их вообще не было представлено. И только после этого мы решили, что мы пойдем в кино. 1 октября у нас открылись факультеты сценарного мастерства и продюсирования. Катя, смотри, извини, я перебиваю тебя, потому что мы сейчас слушаем новости, а потом ты все расскажешь. Да, конечно. Ну что ж, друзья, мы продолжаем наш сегодняшний разговор. Кстати, Катя, я тебе хочу, уже не знаю, огорчить или порадовать, я предполагал, что твое появление в студии, ну, твое конкретное, и, в принципе, разговор на эту тему вызовет, если не ажиотаж, то большой интерес. Вот посыпались вопросы, их уже очень много. Прекрасно. Прекрасно, но прежде чем мы начнем на них отвечать, все же я бы хотел поговорить с тобой. Вот, ну, извини, еще раз я представлю, сегодня мы обсуждаем бизнес киношколы в России. В гостях у меня Екатерина Черкес-Зады, директор Московской школы кино. И, продолжая наш разговор, все-таки такой вопрос я хотел бы вновь, наверное, повторить, адресовать. Чем мотивировано появление этих школ? Что не справляется государственный образ? Нет качественного образования в области кинематографа на данный момент в России. В целом мы говорим. То есть, условно говоря, вот ты говорил, да, что есть профессии невостребованные или там непредставленные в государственных возрастах. Ну, там классический вариант. Там учат на режиссеров, там учат на сценаристов, там учат на операторов, там учат на звукооператоров, и там учат на актеров. Ну, вот для меня, как человека, ну, это будет неправильно, далекого я хотел сказать. Ну, в принципе, не очень, да, не очень далекого. Ну, все равно вот такой набор основных профессий, да, в этом мире. И что, в ГИКе не квалифицированно учат на режиссера, на актера, там мэтры этим занимаются. Ну, во-первых, вопрос такой, что значит квалифицированно обучать? Ну, это ты сказал. Я лично считаю, что результат обучения любой киношколы является количество трудоустроенных выпускников конкретного учебного заведения в индустрии по специальности. Вот, так, давай об этом поговорим. Вот, кстати, подожди, и вот сейчас есть смысл, наверное, озвучить уже один из вопросов. Вот, сейчас я его найду. А, востребованы ли выпускники ваших киношкол? Вот, говорит наш слушатель, предположим, я пришел, получил диплом, ну, отучился, получил диплом, и что, помогает ли школа в трудоустройстве? Да, помогает. Вот об этом речь идет. Да, помогает. Итак, и в Московской школе кино, и в школе компьютерной графики, которой я руковожу уже три года, существует центр карьеры. Центр карьеры отвечает, если учесть, что студент просто ходит, учится, делает свою портфолио, и так далее. Центр карьеры отвечает за трудоустройство студентов и за коммуникацию студентов с профессиональным сообществом, и интеграцию студентов в индустрию. А в ГИКе некогда вы? Нет. Нет? Нет. То есть там отучился, диплом получил, и... Вперед. И вперед, да. Значит, чем занимается центр карьеры? Помимо основного обучения в школе, центр карьеры приводит на мастер-классы в школу людей из индустрии. Далее он занимается стажировками студентов. После окончания обучения студент обязательно проходит стажировку в одной из кинокомпаний или компаний звукорежиссур, или компаний постпродакшен в течение месяца. Показатели школы компьютерной графики в данном случае у меня потрясающие, потому что 95% выпускников работают по специальности в лучших школах, простите, в лучших компаниях компьютерной графики, анимационной студии и так далее. Буквально 17 декабря, вот, например, дипломные проекты студентов факультета анимации сейчас крутят телеканал «Дважды два», например. Что такое за телеканал? Хороший телеканал, мультяшный. Ну, извини, пожалуйста, так уж я хотел. Подкузмить тебя немножко. Да, ну, я в любом случае хотела сказать, что центр карьеры, приоритет его работы, то, чтобы максимальное количество студентов трудоустроились по специальности. Я понял. Это плюс, безусловно, и даже я не в твой непосредственный адрес этот плюс хотел бы адресовать, я так понимаю, что так принято, да, вот в этих частных, правильно я их буду называть так, частных киношколах, ну, отличных от государства, отличающихся от государства, они частные, правильно? Ну, давайте, возможно, я приведу вообще, как строится частная киношкола. Давайте вот с самого начала. Отлично. Частная киношкола возникает по двум причинам. Первое. Если не хватает специалистов конкретной студии, и студия, ну, скажем так, киностудия, да, основывает киношколу при своей компании. Конкретная компания, то есть, как бы изначально она привлекает, создает специалистов для себя, правильно? Да, по сути, да. Именно так мы сделали, например, школу компьютерной графики. В какой-то момент мы поняли, что мы можем работать не только для конкретной компании, но и для индустрии в целом. После этого мы пришли в британскую школу дизайна, которые обладали на тот момент уже в течение восьми лет довольно устойчивым положением на рынке, очень известная школа в области дизайна. И, по сути, взяли у них методологию построения образовательных программ. И мы были первыми, кто... Причем, неважно в какой области, да? Да, именно в области творческих индустрий, скорее всего. Вот, и, по сути, мы частично шаблоном, частично не шаблоном, взяли с них вот кальку по стране. Это нормально, я думаю, да? Чем изобретать велосипед, собственно, если надо просто взять и поехать. Да, плюс, естественно, мы изучали зарубежный опыт. Московская школа кино изначально была нацелена уже как школа, которая должна решить задачи индустрии, подготовку кадров для индустрии. Поэтому, естественно, она уже не была основана ни при какой компании. Она была уже основана как отдельное самостоятельное учреждение. Единица. Вот об этом как раз еще у меня... Ну, ты человек профессионал, ты человек из этой индустрии, да? Так принято говорить. Когда смотришь по сторонам, ну, в буквальном смысле, да? Ты смотришь на киноэкран, на телеэкран. Ведь там, да, те, кто учатся этой профессии, там они реализуются, да? Там они, да. Там они. Они ходят, они говорят, они произносят какие-то, да, эти самые... Тексты, тексты, да. Они снимают, они выставляют звук, цвет. Вот ты смотришь на все на это, профессиональной точки зрения. Тебя устраивает то, что ты видишь? Ой, я вам сейчас отвечу так. Ой, давай. Тот смотри, в эфире мы, в эфире, у нас плюс 16, правда. Ну, давай. Значит, во-первых, я не являюсь специалистом ни в кино, ни в графике. Я являюсь специалистом в области образования, построения образовательных программ. И, по сути, если честно, я не собираюсь нести ответственность за то, что сейчас происходит в индустрии. Тем не менее, у нас есть очень четкие критерии специализации. То, чего мы хотим добиться от наших выпускников. Я уверена, что спустя какое-то время, то есть, ну, пройдет 5 лет, например, наши специалисты, наши выпускники смогут переломить ситуацию на рынке. Просто с другим взглядом. А как бы эту ситуацию ты назвала? Вот ситуацию на рынке, которую надо переломить. Она как называет эту ситуацию? На данный момент есть чудовищное количество неквалифицированных кадров. О, непрофессионализм. Непрофессионализм в киноиндустрии. И, если честно, наверное, главное отличие Московской школы кино от того же ВГИКа, кстати, заключается в том, что мы не ставим перед собой задачу реализовать творческие замыслы студентов или выпускников. Мы, скорее, ставим перед собой задачу определенной профессиональной планки. То есть, прагматическую. Да. Надо человека научить ремеслу. Ремеслу. Ремеслу, да. А вот если он талантливый, мы ему все инструменты дали, всему научили. Дальше вопрос таланта, личных амбиций и реализации в индустрии. Ну, что это, мне кажется, благородная задача. Тем более, что, смотри, ты упомянула и британскую структуру, с которой вы связаны. И, в принципе, мы с самого начала, когда начали эту тему обсуждать, конечно, мы смотрим на Запад, потому что там есть и давно уже существуют коммерческие конторы, которые, собственно, этой профессии обучают. Все школы кино в Америке частные. Все частные. Вот давай мы поговорим, ну, может быть, не столько об Америке, сколько о тенденциях, которые приняты на Западе. Потому что, в конечном итоге, это тоже для кого не секрет, мы в большинстве случаев, да, смотрим именно туда сейчас и пытаемся, если не подстроиться, то взять пример какой-то. Вот как выглядит там этот процесс? Ну, я скорее скажу о том опыте, ну, то есть о том опыте, который мы применяли и тех тенденциях, которые, в принципе, есть на рынке. Если говорить о каких-то общих тенденциях, во-первых, на рынке образовательных услуг сокращается срок образования, срок обучения. Чем это связано? Это связано с тем, что все очень быстро меняется, и человек, который закончил вуз там 10 лет назад, 5-летнее образование получил, часто может быть уже отставшим от реалий в индустрии. Нет, тогда не 10 лет назад, наверное, смотри, я поступил, ну, вот если говорить о государственных вузах, я поступил на первый курс, я учусь, там 5-5 лет проучился, получил диплом, прихожу куда-то устраиваться на работу, а уже поезд ушел, в этом смысле, да? Ну, во-первых, и в этом смысле. То, чему меня учили, оно уже... Ну, скорее, дело не в этом. Тенденция заключается в том, что человек должен учиться, вот это понятие life learning, я должен учиться в течение всей жизни. То есть сначала человек получает определенную специализацию, после этого он начинает раз в 2-3-4 года, человек постоянно повышает квалификацию. И вот это главная тенденция. И в данном случае творческая индустрия не исключение. Во-вторых, в отличие от России, творческие индустрии, там, то есть существуют отдельные образовательные программы для творческих индустрий, которые, вот, например, в Британии эта система называется система академического качества. Что это такое? Это когда я гарантирую студенту, вот у нас эта система реализована, я гарантирую студенту по окончании обучения определенный результат. Результат в его профессии, ну, то есть результат он почувствует... Я гарантирую студенту, что он будет знать, уметь, понимать, и что у него будет лежать в портфолио. Например, студент, который оканчивает в нашей школе сценарный факультет, у него в портфолио по окончании обучения лежит короткий метр, полный метр, экранизация... В его авторстве причем, да? Не переписанный, нет? Нет. И пилотная серия сериала. И это обязательное условие. Без того, без вот этого портфолио я ему диплом об окончании Московской школы кино не выдам. Катенька, а можно вопрос сразу в догонку? Да. Вот, это все понятно, да? Он справился, он, значит, короткий метр написал, длинный метр, сериал даже... А кому он нужен, этот короткий, длинный и сериал? Дальше вопрос к центру карьеры. Потому что наш центр карьеры заключил соглашение с основными... Нет, я сейчас даже не об этом, подожди, я даже не об этом. Ты его заставишь, ты как? Ну, ты говоришь, да, я на ними строго слежу, они меня должны, все. Ты его заставишь написать там, короткометражку, да, там, какой-то сериал и так далее. Заставишь его написать. Ну, как он это сделает? Он ведь может это сделать кое-как и потом... Он не может этого сделать кое-как, потому что все, что он делает в школе, строго регламентировано с точки зрения критериев оценки. Он не может это сделать как-то еще. Критерии оценки, тем более творческие, это очень субъективная вещь. Я, пример, я очень часто воспоминаю, у меня есть друг, композитор, большой композитор, член Союза композиторов. В свое время, когда я подавал заявку, да, там был такой критерий, забавный это, он еще, по-моему, Российский, нет, Советского Союза еще, но неважно. Там был критерий написать 100 произведений. Отличный. Отличный критерий, скажи. Это творческий, это союз композиторов России все-таки. Все, и там дяденьки ходили вот такие тоже, причем они в возрасте, они члены Союза композиторов. Почему? Потому что я 100 произведений. А кто знает хоть одно из своих произведений? Нет, конечно, потому что что это за произведение, это было ясно. Это очень субъективно, понимаешь? Нет, тут я с вами не субъективно. Портфолио у тебя будет лежать, вот все, что ты перечислил. Нет, все не так, по крайней мере у нас. Катенька, подожди, милая, очень хорошо, что ты со мной не согласна, но все свое несогласие ты сейчас озвучишь, после того, как послушаем новости, конечно. Итак, друзья, продолжаем наш разговор, сразу же третья часть уже эфира нашего сегодняшнего, но тем не менее, сразу же начнем, да, Катя? С радостной новости к нам присоединился. Ура! Ура, ура, да. К нам присоединился Дмитрий Нестеров, он президент компании Cinemotion Group. Ну и в двух словах я, прежде всего, для тебя, да, хотел бы пояснить, чем же мы тут занимаемся, сидим с Катей, о чем мы разговариваем. Собственно, вот программа «Бизнес-класс» — это речь о бизнесе, о построении его, да, в какой-то той или иной отрасли. Вот мы сегодня разговариваем как раз о том, как этот бизнес строится в рамках обучения профессиям киноискусства, да, связанных, или как ты, Катя правильно говорила, с отраслью, да, с… Индустрией. С индустрией. Я говорю об индустрии. Индустрией кино, да. Индустрией кино. Да. Поэтому смотри, у нас уже тут спор горячий завязался, нас разнимали здесь, да, на новости мы ушли, нас разняли, вот, ну, мы успокоились, естественно, ну, потом как можно, да, с такой очаровательной девушкой о чем-то спорить? Боже мой, бог с ним, я на все согласен. Но посинился Дима, и поэтому давай, сейчас тебе даю, во-первых, слово, ну, некое презентационное, да, что за школа, чем вы занимаетесь, а потом включишься уже в наш процесс. Да, но я быстро, Синемошн Группа, одно из направлений нашей деятельности, это образовательное, вообще Синемошн, это информационно… Одно из направлений. Одно из направлений, информационно-образовательное движение, потому что мы издаем газету, где обсуждаем самые насущные проблемы киноиндустрии и преломления, что происходит в мире через, соответственно, что происходит в нашей стране. Мы проводим огромное количество открытых мастер-классов. А кто преподает на этих мастер-классах? Ну, например, то, что мы провели недавно, это Фрэнсис Форд Коппола, Том Тыквер, Энди Вачовский. Платите ему деньги? Вы знаете, по-разному, абсолютно, да. Например, Роберт Макки мы привозили сейчас второй раз. Он бесплатно приехал? Ну, конечно, да. Из Леви России. Мы проводим огромное количество конкурсов, в частности, вот конкурс, который мы провели с Банком Трасс, «Историйный миллион студентов», замечательный, Московская школа кино. А наш студент его выиграл. Выиграл. Ну ты что? Да, да, да. Наш студент выиграл конкурс. Да, да, да. И мы его отправляем, но мы, опять же, тут же у нас есть кооперация между школами, и мы его сейчас уже подписываем на проект конкретный. Куда-куда? В Америку куда-нибудь? Ну, почему? В Америку он съездит, посмотрит, как снимается. Нет, на российский проект. Да, конечно. Конечно. Потому что наша задача тоже, как Катерина сказала, индустрия. Мы индустриальная школа, и всех талантливых ребят мы устраиваем в индустрии. То есть очень многие у нас уже выпускники, работают активно. Ну, то есть мы подчеркнем еще раз, да, то, чем вы занимаетесь, это ответственность за того, кто вам пришел, правильно? Абсолютно. То есть вы учите профессии, и вы еще и понимаете, что человек, обладая этими навыками, должен зарабатывать деньги потом пойти. Да. В этом ему поможете. Да, абсолютно. Мало того, у нас сценарная программа, оказывается, у нас старейшая школа частная, потому что она началась в 2007 году. Катя, Катя! Да. Катя, давай. Ну, относительно старейшей частной школы, я могу сказать следующее. Во-первых, я честно считаю, что, во-первых, я не верю в короткие курсы и мастер-классы. Мы проводим сами огромное количество мастер-классов, но я не считаю, что они несут какую-либо образовательную функцию. Они ведут функцию введения в индустрию, там, приятно провести вечер, встретиться с интересным человеком. Ну, отличные, кстати, вот эти вот функции, приятно провести вечер, да, конечно. Но образовательную функцию они на самом деле не несут. Можно сейчас, если у меня слово было, я сейчас закончу. Да, конечно. На самом деле, конечно, мы попробовали, и на самом деле, поскольку мы начали в 2007 году, мы попробовали разные. Мы начали с коротких курсов, эти мастер-классы, но в итоге нас тоже перерошли в большие программы. Тем не менее, индустрия сейчас настолько быстро меняется, и во всем мире обсуждают там, в США, чего делать. Потому что все модели, которые были, они рушатся, меняются. И, соответственно, востребованы короткие курсы переподготовки, даже техника развивается. И большие программы, которые есть. Что касается мастер-классов, то все равно люди творческие, и нужно вдохновение. Поэтому встреча с Копполой, это вдохновение. Встреча с Копполой, да, да. Это может быть главный событий в его жизни потом. Потом он начнет снимать сериалы, которые, пардон, вот мы с тобой обсуждали. Но он все время будет говорить, причем критики к нему придут и спорят. Друг мой. Как это произошло? Как это, да, ты что снимаешь-то? Кто тебя учил? Как это вышло? Он говорит, это неважно. Главное, я видел Копполу. Да. Я здоровался. Я прикоснулся. Конечно, я здоровался. Это на всю жизнь осталось. Это нормально. Хорошо. Значит, теперь давай, Дим, присоединяйся к нам. Собственно, мы обсуждали что? Востребованность. Это во-первых, да. Во-вторых, мы говорили об эффективных образовательных программах. Вот что касается эффективной образовательной программы. Я считаю, что образовательная программа в любой творческой индустрии, в данном случае в кино, держится на трех китах. Так. Во-первых, это гарантированность определенного результата. Когда студент приходит к нам, я гарантирую ему, что он знает, понимает, умеет, что лежит у него в портфолио по окончании обучения. Второе, это преподаватели практики. У нас есть золотое правило. Если люди не... У нас нет теоретиков. Если человек сам в проектах не участвует, у него нет за плечами бэкграунда реального в индустрии, когда у него есть несколько проектов, да, которые он сделал в качестве профессии, мы его в класс к студентам не пускаем. Причем есть отдельные тренинги для того, чтобы научиться в индустрии... Он рвется при этом, да, а вы не пускаете. Да. Но вы знаете, у нас то же самое, потому что начнем с того, что наш курс сценарный, который самый долгий и огромное количество выпускников, у нас делает совместно с Sony Pictures Television International. Это первая западная компания, которая выпустила огромное количество проектов. У нас преподают все люди, редакторы оттуда, практику проходит там. И совместно с факультетом психологии МГУ. Дим, ты меня в очередной раз влюбил, третьего этапа, о котором не сказал. У тебя было полчаса на встречу со мной, я бежал на встречу. Извините. Третий кит как раз трудоустройство студентов, центр карьеры, о котором я уже сказал. Вот на этом все и держится. Эффективный образовательный программ, преподаватели практики, портфолио студентов на выходе и их трудоустройство. Без этих основополагающих принципов и про эффективный образовательный программ говорить невозможно. Катенька, ты простишь меня, я тебя все-таки перебью, но я извинился. Да, извините, да, извините. И я хотел бы Диме задать вопрос, вот об этом мы, собственно, говорили, и меня заинтересовал вот какой момент. Катя, вот рекламирует, да? Рекламирует, говорит. Да. Говорит о том, что выпускник имеет портфолио, значит, и в нем, я перечислю, там есть короткометражка, там, ну, сценарист будет тот же самый. Там есть, значит, сценарий конкретажа фильма, полного метра, сценарий сериала, там, экранизация. И вот он с этим портфолио, он говорит, я все, я суперпрофессионал, но никто не знает, ну, я, по крайней мере, вот не уверен, что то, что он написал, оно кому-то понадобится, что это хорошо. Вот как определить, что это хорошо? Да, вы знаете, опять же, принципиальное отличие нашей школы, что мы представляем, у нас сценарное агентство, и мы представляем лучших авторов. То есть вот ты назвал это великое... Да, и на самом деле руководитель сценарного факультета, это автор, Александр Талак, который представляет наше агентство. И мы подписываем самых талантливых ребят. И на самом, и опять же, вот сейчас я опоздал, потому что я был на ВГТРК, потому что один наш студент, подписывали мы его на проект. Ну, это просите, это просите. Да, и ради такого я готов бежать. Я абсолютно согласен с Катериной, три кита, на которых это образование держится, это действительно так. И мы сразу, у нас преподают редакторы каналов конкурса, мы сразу же в процессе, и подключено наше сценарное агентство. Поэтому такой выхлоп есть, потому что если они видят, то только в процессе обучения можно понять, в чем талантлив сценарист. У него диалоги, он может хорошо работать, придумывать шутки, он какие-то вещи, и только редактор опытный, по сути. Ну, конечно, оценить профессионал, я об этом и говорю. Я не говорю, что у вас не профессионалы. Нет, профессионалы, конечно. Ну, все равно, да, человек написал... По сути, даже те же самые даже. Я, на самом деле, если вернуться, кстати, к бизнес-модели, у нас очень хороший получается в данном случае такой тандем, кстати. Потому что я говорила о том, что вот как раз есть киношколы, которые появляются при... Дима. Подними микрофон. ...которые появляются при сценарном агентстве, это абсолютно логично. А есть школа, которая работает на индустрию в принципе. И в данном случае я являюсь ее представителем. Так и живем. Нет, ну, здрасте, а мы, на самом деле... Так, ладно, ладно, ну, мы начали уже. Мы работаем на... Я про бизнес-модель тебе говорю. Мы тоже работаем на индустрию в целом, потому что у нас продюсерская программа, работает на индустрию. У нас считают все, white media, начиная Warner, Disney. Все, 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 брэк, брэк, брэк. Ну, почему подеремся? Я просто предлагаю всегда жить дружно. На самом деле, я предлагаю вообще, это мой принцип, не говорить, кто хуже, кто лучше, в чем наше отличие. Давайте мы, в общем, вот я буду предлагать, во-первых, да, и предлагаю его отключать на вопросы. Отлично. Строго, давайте. Справедливо. Значит, первый вопрос такой, первый вопрос такой. Есть ли конкуренция на рынке... О, в тему вам как раз. Есть ли конкуренция на рынке киношколы? Как вы, да, есть. Не понаслышке я теперь вижу, как это происходит. Готовы друг друга, пардон, вцепиться, да? Смотрите, дальше, дальше. Извините, нет, вы знаете, мы настроены на сотрудничество. Опять же, наша школа, мы говорим, мы сотрудничаем с ВГИКом, с школой службы МХТ. Сотрудничество выглядит. Сотрудничество выглядит. Ты приглашаешь, да, обучаться к себе. Катя приглашает к себе. Нет, нет, нет. Человек выбирает. На самом деле, мы приглашаем, у нас есть мастер-классы большие, которые мы приглашаем обязательно студентов этих вузов. Ну, то есть, ты перетягиваешь у нее клиентов? Нет, нет, абсолютно. Мы сотрудничаем. Ну, у нас, например, все мастер-классы вообще в школе проходят бесплатно. Вообще все. И, соответственно, понятно, что одна и та же аудитория, активная, неважно, из каких вузов она идет. Более того, мы периодически рекомендуем посетить мастер-класс, который проходит у Димы. И мы приглашаем студентов, да, просто потому что все работают на один результат. И, скорее, здесь антагонизм возникает не между киношколами и частными, а между частными киношколами и госвузами. Ну, вы знаете, можно я вопрос? Ну, не всегда. Скажите, а вот Московская школа нового кино, ваш сосед и вы, как у вас сотрудничество? У нас, ну, для начала... Просто появилась новая школа. Кать, извини, я предположу, как у вас... Смотри, Катина школа называется Московская школа кино, а вот это вот называется Московская школа нового кино. Да, да, вот у меня вопрос. У меня есть история про эту школу просто, потому что они, когда начинали только, пытались, они хотели сделать с нами. Мы им выставили... Ну, то есть я им сказала, как мы будем работать, какой у нас план. Они решили, так, нет, мы будем делать все по-другому. Мы перешли дорогу и построили напротив Московскую школу нового кино. У них проходят хорошие мастер-классы, а, однако, в долгосрочные программы я, ну, с неким скепсисом смотрю. Просто потому что там не учат ремеслу. Там не учат ремеслу. А чего учат там? Там учат сформировать новое идейное поле для того, чтобы вот давайте придумаем, какое кино надо вот нам снимать. Вот. То есть они глобальные какие-то пытаются решить проблемы. Да, то есть там глобальные философские вопросы решаются. Мы в это дело не лезем. Мы очень рады, если студенты ходят, наш студент ходит на его мастер-классы. Я искренне считаю, что, ну, чем больше киношкола, тем лучше, а победит сильнейший. Ну, это нормально. Да. Собственно, вот так мы и обсудили, да, проблемы конкуренции. Да. Вот так она и строится. Вопрос есть к вам. Давайте на него ответим. Значит, Иван спрашивает. Предположим, я захочу открыть кино. Ну, вот он заразился вашим энтузиазмом. Предположим, я хочу открыть киношколу. При этом у меня есть знакомый режиссер из Франции. Прекрасно. Он готов приехать учить молодых студентов. Могу ли я сделать это? Ну, то есть открыть. Или надо какие-то вот эти проблемы с тем, что он из Франции. Ну, и вообще, как бы, как отношение с государством. Да, мы, школа, мы никогда не получали помощи от государства. Все частное. Но нам помогают активно, принципиальные отличия. Индустрия включает в себя иностранные компании, которые представлены, каналы, ассоциацию продюсеров. Мы работаем с ними совсем. И, соответственно, у нас преподают много иностранных преподавателей. Почему? Потому что, например, Sony привозит людей, которые работают на проектах здесь, консультанты. Вот. А что касается школ. Сейчас этих школ открывается. Каждый день читаешь газету, открывается школа. Новая, да. На самом деле, вы знаете, люди почему-то... Я видел, извини, Дима. Я видел к подъезду, на столбе висит объявление, желтенького цвета. Открытая школа актерского мастерства. Там что-то, лучшие преподаватели планеты. Вот это нормально? Вы знаете, это как в свое время, помните, сколько открывалась школа модельной. Все почему-то решили, что нужно готовить модели. И было там 50 тысяч школ. Вообще не было, что это самый востребованный бизнес, конечно. Все в модели. Да. Ну и как у нас это возникает так часто? Ну, сейчас открывается каждый день школа. Ну, откроется, посмотрит. И закроется. И закроется. Потому что, на самом деле, это очень сложный бизнес. Действительно. Это очень сложный бизнес. Очень сложные технологии. И не так все это чудесно, скажем, в финансах, как выглядит, может быть, со стороны. Ну, глядя на вас, это выглядит вы в шоколаде. Нет, но это выстраивается. Мы же инвестируем сейчас деньги. Мы очень много, я не знаю, как ребята. Я бы хотела, да, про свою реплику во все это внести. Во-первых, вот мы сейчас строим павильон прямо в школе. Павильон, 330 метров. Мы договорились с компанией Рентакам. Это довольно известная такая компания, которая предоставляет оборудование. Что студенты могут этим оборудовывать. Катенька, как интересно ты рассказываешь, ты не представляешь. Но надо новости, новости на финансы. Потом продолжим. Итак, друзья мои, продолжаем разговор. У нас сегодня интереснейшая беседа, дискуссия, я бы даже сказал. Я напомню, кстати, Дима присоединился, поэтому начну с него. Катюш, извини. Значит, в студии сегодня Дмитрий Нестеров, президент компании Cinemotion Group. И Екатерина Черкес-Зады, директор Московской школы кино. Обсуждаем бизнес, связанный с индустрией кино. У нас есть звонок. Давайте послушаем его. Это Максим. Максим, добрый вечер. Говорите, вы в эфире. Добрый вечер. Добрый. Добрый вечер. Хотел я задать такой вопрос. То есть у нас вот принято, например, у преподавателей в университетах спрашивать, почему у нас специалисты, например, в юриспруденции слабые, потому что преподаватели их учат, они видят, какие студенты там превращаются. Я бы хотел уточнить такой момент. Да, Максим, говорите, говорите. А вот, а вот. Да, говорите. Да, я бы момент такой хотел уточнить. Почему, не почему уточняю, а как считают гости, насколько и почему у нас такой, скажем так, не сильный кинематограф современный. Понятно, да, да. То есть кто виноват в этом, да? Актеры. Да, то есть не то, чтобы кто виноват, а вроде бы как бы мелькают и актеры сильные, и режиссеры, но как-то в целом все очень довольно плачевно. Опять же, в сравнении с западом всем. Ну да, понятно. Понятно, Максим, спасибо. Дим, давай с тебя начнем. Мы, кстати, с Катей немножко поговорили на эту тему. Ой, вы знаете, это как от сотворения мира нужно начинать или от коротка. А как у нас, что у нас работает все остальное в стране? Почему? Нет, нет, давай не от сотворения мира, давай об индустрии. Да, на самом деле я сразу скажу, если коротко, есть две индустрии в нашей стране. Одна индустрия, это индустрия, это телевизионная, которая живет по законам, как на Западе, реклама, все выстроено, работают профессиональные люди довольно, рейтинги. И вторая индустрия, это кино. Кино живет, на самом деле, деньги почти не отбиваются. Живет за счет всяческих дотаций, грантов от государства. То есть я правильно понимаю, телевидение это такой золотой телец, прежде всего деньги, а во втором... Нет, не деньги, на самом деле... А кино это творчество? Нет, на самом деле сейчас, просто действительно, это другие бизнес-модели, две разные бизнес-модели. Если вы посмотрите, сейчас самое интересное, что появляется, так получается не только в нашей стране, вот связано огромное количество причин тоже, и на Западе это телевидение. И сейчас у нас новые таланты, новые актеры, новые сценаристы, новые режиссеры идут оттуда. Оттуда откуда, с Запада? Нет, с телевидения, телевидение. На самом деле, если вы посмотрите, конечно, там если сравнивать сериал «Интерны», например, на ТНТ, это не шедевр какой-нибудь там по Золине, но для своего жанра... Нет, нет, но мы это понимаем... Это прорыв, поэтому... Да, это забытие, начиная от сценария, заканчивая актерами, и все выстроено... А есть другой сериал, если мы об этом говорим. А он вот такой, хлипкий, и то хлипкое, и эти самые, да, диалоги хлипкие, и шутки убогие, и говорящие головы не впечатляют. Да, но вы знаете, я считаю, что, опять же, я настроен, если быть настроен позитивно, то жить вообще невозможно. Это нормально, да? Да, все равно все меняется, все равно все меняется. Люди понимают, что появились частные киношколы, раньше их не было. Появляется новая институция, например, агентство, которых раньше не было, это ключевая, тоже основная часть киноиндустрии. Появляются новые каналы, которые заказывают новый интересный продукт, зритель требует. Поэтому постепенно, мне кажется, все равно мы придем к тому, что у нас появится продукт киношный, нового качества, и уже есть индикаторы этого. Ну, то есть мы к этому идем, да, Катя? Конечно. Ты что-то загрустила. Нет, я не загрустила, я задумалась. Задумалась я в первую очередь за то... Тебе, кстати, очень идет не только улыбаться, но и другое. Сегодня столько комплиментов получила. Очень понятно, зачем пришла за комплиментами. Но это очень приятно. Это нормально. Очень приятно. Я хотела сказать, наверное, следующее по поводу всего этого. С одной стороны, конечно, если говорить про кино, проблема кинематографа на данный момент заключается в том, что там огромные инвестиции, государственные инвестиции. И государственные инвестиции очень портят, ну, как бы некий результат. Это с одной стороны. С другой стороны, безусловно, появляются, ну, есть такое понятие, недавно слышала, параллельная Россия, да. То есть есть люди, которые абсолютно игнорируя обычную схему построения бизнеса в кино, делают свою историю. А что они делают? Они действуют совершенно по-другому. Они там, не знаю, берут деньги в банке или просто доходят инвестора, реализуют проект, находят конкретный сценарий интересный, реализуют проект. После этого этот проект выходит в свет. И получается, что он огибает все те препятствия, на которые жалуются основные участники киноиндустрии. Которые пользуются государственными, да? Да. И, в общем и целом, получается, что выстраивают некую свою параллельную историю. Если честно, Московская школа кино нацелена именно на эту тенденцию. Я хотел спросить, то есть вы живете в параллельной России, если вот с этой точки зрения смотреть? Ну, вы знаете, опять же, поскольку мы агентство, и поскольку мы... Cinema Ocean Group, помимо этого, много лет представляет компанию Sony Pictures Television International. Мы давно, и мы считаем, что мы часть мира. Поэтому мы работаем и сотрудничаем абсолютно со всеми. И с государством, и с каналами, и с компаниями, и со всякими. Нет, мы тоже сотрудничаем. Вот. Вопрос, что просто в какой-то момент переломный, да, появляется какое-то количество людей, которые готовы взять на себя ответственность и играть не по правилам. И вот это здорово, потому что именно они, по сути, берут ответственность за перемены. Этого в России очень не хватает. Но они устанавливают новые правила, так можно сказать. Ну, по сути. Да, и потом у нас тоже стали люди понимать, что вся эта техника, павильоны и, не знаю, все остальное не работает без таланта. И это, на самом деле, вот то, к чему пришли, почему школа возникает сейчас, почему такой... Потому что талант управляет миром. Потому что новые системы дистрибьюции, когда действительно можно обойти все эти прокатные компании, финансирование и все остальное прочее. Поэтому идет схватка за талант. У кого талант, тот и владеет этой индустрией. Ну, а на мой взгляд, образовательное учреждение должно не сколько таланта отбирать, а таланты должны отбирать уже индустрия. Сколько предоставлять возможности для того, чтобы этот талант развился. Реализовался. Реализовался, да. А это, как я начала говорить про ресурсную базу, ресурсная база у школы должна быть более, чем у вас. Она должна опережать, возможно, даже саму индустрию. Да, здесь у нас подход, кстати, разный. Я согласен с Катериной, но мы работаем с лидерами, мы не строим все внутри. Почему? Потому что, на самом деле, техника настолько технологии меняется, что студию не успевают за ее обменом. Мы работаем с лидерами по направлениям. Поэтому, например, у нас был кампус, летний, который мы проводили с пионером кинотеатром в парке Горького. Техника самая лучшая была. То есть мы работаем с лидерами по-разному. У нас одинаковый взгляд, но разные подходы с вами. У нас, например, подход в том, что мы просто поставили лучшую технику в школе, просто говорили с компаниями. И часть оборудования, которое может лежать на складе у компании, владелец съемочной обороны, просто лежит в школе. Студенты имеют право им пользоваться. Я считаю, что это очень большое достижение для любой школы, киношколы. Вы так убедительны сегодня, вот для меня лично, да? Что у меня, естественно, будь я помоложе, я бы, конечно, сейчас без всяких рассуждений, размышлений поступил бы или попытался. Так вот, есть проблема. Была бы у меня проблема поступить в вашу школу. Или проблема, это решается просто. Вы меня называете ценник, ну, официально, естественно. Я плачу за обучение. И вот мы начали с Катей. Она говорит, есть же в госвузах платное образование. Но там, когда человек на платное переходит, он не смог на бюджет. И он расслабляется, потому что, типа, я деньги заплатил уже, ну, что мне стараться-то? Вы знаете, есть разные пути. Я начну. Например, сейчас у нас запустилась редакторская программа, потому что редакторов не хватает катастрофически. И у нас дали гранты частные компании и каналы. И у нас, например, мы отбирали... То есть они платят, да, за тех, кто придет работать, учиться на редакторе. И они же преподают, например. И таким образом они отбирали, у нас было собеседование 500 человек. Из этих 550 направили резюме, компании уже встречались. А часть взяли за деньги, которые хотели учиться. Бывает такое. Бывает, что, опять же, и как в московской школе кино, мы и мы... Нет, ну ладно, Дима, извини. Там был грант. Там был грант. Мы школы представляем талантливым рекордом на каждый курс грант. Да, бесплатный. У нас похожая схема, но все-таки несколько иная. Во-первых, сейчас, на данный момент, у школы позиционирование правильное и как-то резонанс большой. Поэтому у нас конкурс на платное обучение. Конкурс на платное обучение? У нас конкурс. А конкурс творческий? У нас практически все... Или у вас аукцион происходит какой-то? Нет, никаких аукционов, естественно. На каждом факультете есть свои критерии поступления. И мы не берем большее количество людей, чем определенное на каждой факультете. Вот, например, на сценарном факультете учатся 20 человек. Чтобы поступить, должен предоставить какой-то материал. Да, из 180 студентов было отобрано 20. На факультет продюсирования, там был немножко поменьше конкурс, но у нас конкурс на платное обучение. Но, вы знаете, тут нужно сказать, что вы набирали, у вас был первый набор. Ну да, это да. Это белый набор и сумасшедший. Просто, опять же, мы попробовали разные схемы. Мы смотрим очень активно, как работают школы на Западе. И, опять же, во время... Как вот, кстати, они работают? Да, фонд кино, который я вам показывал газету, мы обсуждали. Там был декан факультета UCLA школы, USC. Самая лучшая школа, New York Film Academy. На самом деле, мир меняется очень быстро. И все школы, которые были там у них, они тоже подход меняют. Они вынуждены менять, потому что они не успевают за другими, которые появляются. Ну, я понял. Ну, как выглядит он, этот подход? На самом деле, есть, как я уже всегда говорил, европейский подход и американский подход. Американский подход такой, что любой человек... Никто не определит, по сути, очень тяжело определить на вступительных экзаменах, кто-то заволновался, от чего. Конечно, конечно. Нет. А тем более творческая профессия, боже мой. Абсолютно. Катя села и заволновалась. Но она профессионал. Она пришла в студию, она говорит, я первый раз в студии, и заволновалась. И что это? Вот. Соответственно, в Америке у каждого есть возможность попробовать себя. И, на самом деле, экономя время свое, экономя время других людей, ты можешь поступить. И обычно начинается с небольших курсов. Если у тебя есть талант, есть желание, ты учишься дальше и дальше и дальше. И там люди учатся всю жизнь. Ну, вот эта история как раз про life learning, о которой мы говорили, когда человек учится в течение всей жизни. А по-другому невозможно. В нашей индустрии, на самом деле, еще наше, то, что ты занимаешься, не можешь. Мы подготовим образовательные программы для каналов и для продакшн-компаний. На самом деле, по заказу каналов мы это разрабатываем. Плюс мы делаем для профессионалов огромный был форум России, который открывал Путин, Сбербанк. Инвестиции в кино, телевидение, новые медиа. Мы там обсуждали с лучшими иностранными экспертом, глав студии, что же творится. Понимаете? Мы делаем такие штуки, потому что все каналы, все продакшн, все продюсеры, которые сидят наверху и управляют в индустрии, они все понимают, что настолько все быстро меняется, знания нужно, необходимо, поставлять. Это как раз есть та самая система академического качества, которая каждый год пересматривает программу обучения. Ну, то есть, понятно, да, вот это не стоящая на месте жизнь, ну, в плане индустрии. Постоянно внедряется в образование. Да, она заставляет постоянно какие-то требования изменять. Конечно. И что самое важное, все-таки это требование непосредственно от тех, кто в конечном итоге, для кого все это готовится, правильно? Конечно, конечно. Не просто, как раньше, Министерство образования решило поменять там третий пункт. И все, и поменяло. Нет, все должно быть обязано от требованиями. Они говорят, вот нам теперь вот так нужно, да, давайте вот так. Это здорово, потому что... И это здорово, мне кажется, что государство тоже стало это понимать, потому что вот Фонд Кино поддерживает и нас в начинаниях, и вас поддерживает. Фонд Кино и нас тоже поддержал, да, мы проводили конкурс на гранты. Я вам хочу сказать, друзья, это говорит само за себя, что вас поддерживает Фонд Кино. Как бы не было печально, Катенька, Дима, но, к сожалению, времени-то у нас не так много. Значит, я, давайте, не буду уже ничего просить вас дополнить. Я представлю вас уже так, медленно, с пиететом. Сегодня в гостях у меня Екатерина Черкес-Заде, директор Московской школы кино. Здесь аплодисменты, как ты понимаешь. Спасибо вам большое. Дмитрий Нестеров, президент компании CineMotion Group. Еще одни аплодисменты. Спасибо. Уважаемые слушатели, я благодарю вас за внимание. Сегодня мы обсуждали бизнес киношкол в России. Очевидно, что, а, этот бизнес есть, б, он востребован, и, ц, я надеюсь, вы с вами согласитесь, у него огромные перспективы. Вам успехов. Спасибо огромное. Всем спасибо за внимание. Успехов в бизнесе. Доброго вечера всем. Спасибо.